Здравствуйте! В эфире передача «По-тихому». Рускеала, к сожалению, стала галочкой для туриста. Заместитель начальника управления по туризму Ольга Лукина считает неправильным, что турист, приехавший на один день в Рускеалу, думает, что он увидел Карелию. Надо пропагандировать долгоиграющий, вдумчивый туризм, туризм на 5-7 дней как минимум. У нас в гостях Ольга Валентиновна Лукина. Это чиновник сегодня. Еще вчера это туроператор, который работал очень плотно на территории Республики Карелия, а сейчас это заместитель начальника управления по туризму по Республике Карелия. Я очень рад, что вы пришли в аппарат государственный управлять туризмом, потому что там действительно должны быть профи. Там должны быть действительно люди, которые об этом имеют представление, но просто, ну, как бы, вот сколько места. Вот, понимаете, для многих теперь поездка в горный парк Рускеала стала, как бы, галочкой, что я был в Карелии. Понимаете, если я лечу на Алтай, мне никогда в голову не придется летать на Алтай одним днем. Мне никогда не придется в голову съездить еще в другой любой регион на один день. Почему? Потому что я считаю свои деньги, я знаю, во что мне это обойдется. Если для жителей Санкт-Петербурга там этот тур действительно он короткий, то я считаю, что пропагандировать нам надо очень хороший, долгоиграющий, вдумчивый туризм. Туризм на 5-7 дней минимум. Вы знаете, примерно так рассуждал Николай I, который назвал Карелию при столичной Сибири. Очень близко взять и отправить сюда. Это не надо куда-то там, вот в Томск, там несколько этапов. А тут раз, и вот у тебя здесь человек сидит и мучается. И потом его призвал снова к себе, и он через неделю снова здесь. Петр четыре раза посетил Карелию. Почему? Потому что это при столичной Сибири. Потому что сюда можно быстро приехать и быстро уехать. Вот мы чем хороши-то. Да, доступность всех очень удивляет. И то, что теперь летают и самолеты. У нас совершенно роскошный аэропорт. У нас несколько, ну сейчас еще заходят авиакомпании для того, чтобы выполнять рейсы ежедневно. У нас очень хорошее все-таки транспортное сообщение. У нас с железной дорогой все как бы в порядке. То, что поставили поезд, который связал Москву, Санкт-Петербург и сортовало, это вообще, можно сказать, дало новый толчок. Рассматриваются другие направления. Сейчас не буду их озвучивать. Главное, чтобы это все состоялось. У нас роскошные дороги. Зачастую нам туристы звонят и говорят, вы знаете, мы думали, что мы случайно минули, как-то проехали границу и попали на территорию Финляндии. То есть даже не верится, что на севере такие хорошие дороги. То есть все, что связано с федеральными трассами, это, конечно, высшего сеческих похвал. И туристы, они потом пишут об этом. Они говорят о том, что трасса великолепна, скорость большая, все безопасно. И этим самым тоже дается толчок для самодеятельного туризма, для тех людей, кто не любит ездить организованными группами. Да. А вы знаете, мы, наверное, все-таки обречены стать мощным туристическим краем. Наверное, обречены. Потому что все-таки вот такие три острова фантастических у нас с монастырями, ну как? Ну они не могут не привлекать. И оказалось, вот опыт Александра Артемьева, оказалось, что можно взять из ломки, вот просто из ямы ломки взять, сделать такой туристический объект. А если когда-нибудь кто-нибудь обратит внимание, что есть у нас вот товара, вот, то там произойдет то, что не снилось Рускеале, не снилось. Там же просто чудеса, как они необъяснимые учеными. Вот. Если в случае с Рускеалой все понятно, и только Исаакий стоит за спиной вот того объекта, да, то там-то необъяснимые явления. Ну для меня, нет, к товаре сейчас есть большой интерес. Там проблема с доступностью. Абсолютно недоступна. Да, во-вторых, ну кто-что, кто зачем туда едет, тот-то и находит. Если для кого-то это чисто мистическая гора, то они идут за мистикой. Кто говорит, что там садятся НЛО, они видят НЛО. Для меня это совершенно другая история, другая тема. Это, конечно же, с теми событиями, связанными во время Великой Отечественной войны, с гибелью пиропартизанской бригады под руководством Григория Григорьева. И вот мне этот пласт более интересен. И смерть гора, и гора вот товара, конечно, это такие знаковые моменты. То есть мне не очень нравится перекос. Мне нравится, когда объекты показываются с разных сторон. Валаам – это не только монастырь, это совершенно потрясающий природный объект, да, Валаамский архипелаг. Гора вот товара – это не только летающие камни, лестница в небо. Это однозначно еще и события, связанные с Великой Отечественной войной. Тот же Соловецкий архипелаг для меня не существует по отдельности. Монастырь отдельно, Заяцкий остров отдельно, там Секирная гора отдельно. Это все некий единый пласт. И вот то самое понимание, что даже архитектура, она не возникает из ниоткуда. Она берется из природы, из того, что нас окружает. И вот самая эта красота, когда человек доделывает, да, а не портит, не нарушает вот эту гармонию. И вот поэтому к нам сюда и едут. А те же петроглифы, посмотрите сейчас, сколько сделано за последнее время для петроглифов Онежского озера и Белого моря. На Белом море сейчас будет открыт вот этот круглогодичный павильон, и мы можем увидеть наскальные рисунки и прикоснуться к ним, и понять, что мы прикоснулись к вечному. Вот смотрите, вы сейчас в течение пяти минут только перечисляете. И ведь, наверное, дай вам еще пять минут, и вы их тоже заполните. Конечно. То есть, представляете, регион-то какой? Какой регион? И при этом, смотрите, мы в последнюю очередь, например, говорим о Петрозаводске. Хотя город интереснейший. Я невероятно люблю рассказывать о городе, и когда мне люди говорят, ну что тут можно рассказать, о чем говорить, я говорю, слушайте, я, наверное, часа три могу рассказывать о Петрозаводске. И не просто в силу того, что это моя родина, да, и в силу там моих патриотических чувств, а потому что город фантастически интересен. А тот, кто был на лекциях Александра Михайловича Пашкова, я думаю, что поднимет обе руки и скажет, что мы на экскурсиях рассказываем только очень малую часть, малую толику того, что мы можем рассказать об этом городе. Поддержу. С большим уважением отношусь к этому ученому. Уважаемые телезрители, вот есть тема, о которой можно говорить вечно. Это тема туризм, а точнее не туризм, а туристические объекты в Карелии, которых такое множество. И мы коснулись, вот даже о Петрозаводске заговорили в последнюю очередь, а ведь туризм это может быть и отдых по нашей тайге. А это рыбалка, это, извините, сплавы. Это же вот все как бы отдельные сегменты одного и того же. И это все Карелия. Как труд военнопленных обустраивал Карелию. Многие важные объекты гражданской инфраструктуры Петрозаводска возродились руками пленных. В результате мировых войн десятки тысяч военнопленных были этапированы в Карелию для обустройства разрушенных городов и строительства Мурманской железной дороги. Есть одна очень странная логика. Петрозаводск, Карелия строились за счет подневольного труда. Труда военнопленных, труда людей, которые приехали в Карелию не своей волей. Вот мы сейчас находимся в устье реки Лососинки. Раньше она называлась Лососинница. Здесь строился Петровский завод во время Северной войны. И сюда привезли подневольных 200 оружейников и стулы. И они, как профессионалы, помогли выстроить этот завод. Но опять же, приехали-то не своей волей. Гостиница Северная воистину символ Петрозаводска. Во время Второй Великой Отечественной войны она была разрушена до основания. Вот кроме как раз вот этого закругления, вот этого символического места. Кто ее восстанавливал? Восстанавливали ее немецкие военнопленные. Вот за мной, или вот здесь, посмотрите, камера сейчас повернется. Проспект Ленина со старыми сталинками. Кто их восстанавливал? Немецкие военнопленные. Вплоть до 50-х годов их труд был здесь востребован. И, наконец, самый ужасающий пример труда подневольных людей в Карелии. Железная дорога на Колу. Благодаря этой железной дороге Петрозаводск стал столицей. Потому что до этого около ста лет шел разговор, чтобы перенести в Вытигру. Но в 16-м году она была выстроена. И вопросов не стало. Петрозаводск – столичный город. Строили ее десятки, да что там, сотни тысяч людей. Причем половина из них были военнопленные. Австрийцы, германцы, чехи. Ужасающие условия труда. На болотах жили люди. Болели цингой, тифом. Вымирали. Трупы закладывались под полотно железной дороги. Развились стаи волков на месте строительства этой железной дороги. У волков текла слюна, когда они слышали гудок паровоза. Вот что такое. Но дорога была выстроена. И она могла бы идти через Финляндию. Николай настоял, Николай II, чтобы дорога шла через Карелию для развития края. А впоследствии она нам пригодилась как ленд-лист во второй Великой войне. Кстати, деньги от Антанты, которые пошли на эту дорогу, России не были отданы. Еще временное правительство решило, что по долгам царской России не отвечаем. Вот такая история подневольного труда в Карелии. На этом сегодня все. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok